В последнее время новости носят прикладной характер. КамАЗ перезапустил производство грузовиков поколения К5, ГАЗ налаживает выпуск нового Соболя. Но этот выпуск мы посвятим просто красивому автомобилю. Заокеанская компания Western Star, что является самым маленьким из американских производителей грузовиков, представила своего нового флагмана — модель 57X. Это эффектный капотник, который мы никогда не увидим на наших дорогах. Формально новинка представляет собой рестайлинговую версию машины актуального поколения, но дизайнеры внедрили другую переднюю оптику и решётку радиатора, а также увеличили площадь лобового стекла. И образ стал гораздо более ярким. Кроме того, в компании всерьёз поработали над улучшением аэродинамики. Заявлено, что расход топлива удалось снизить сразу на 6%. За это надо благодарить целый набор обтекателей, специальные резиновые юбки и колпаки задних колёс. Линейка движков составлена из моторов марки Detroit, объёмом 12, 15 и 16 литров. Коробка передач — безальтернативный двенадцатиступенчатый робот. Знаменитую несинхронизированную механику на дальнобойных американцах больше не встретишь. Кабин заявлено четыре, а топовая именуется стратосферой. За ней скрывается высокий спальник, длиной чуть менее двух метров, в котором есть широченная кровать. Также здесь можно обнаружить телевизор, холодильник, микроволновку и второй кондиционер. На водительском месте появились электронный щиток приборов и большой планшет медиасистемы. Но на рассыпь кнопок дизайнеры покушаться не стали, ведь не гоже шофёру многотонной махиной отвлекаться на сенсорные экранчики. Кстати, водителю помогают весьма современные ассистенты — это адаптивный круиз, система автоторможения, контролёр слепой зоны и другие. Всем этим добром поделился мерседесовский Actros, так как Western Star давно принадлежит концерну Daimler Trucks. А теперь обсудим более привычные европейские бескапотники. Точнее, инициативу компании Renault Trucks, которая готовится открыть новый завод, где будут разбирать отработавшие своё грузовики. Предполагается, что немалую часть снятых со старичков агрегатов можно будет восстановить для вторичного использования. Такие запчасти обойдутся клиентам примерно вдвое дешевле новых, но походимости не уступят им. В дело пойдут двигатели, коробки передач, кабины, топливные баки, бамперы и многое-многое другое. Все восстановленные компоненты будут иметь соответствующие отметки, так что покупатель будет точно знать, что приобретает.